А что касается центральной нервной системы и, так сказать, влияния ее на спортивные достижения, то это должно быть связано только лишь с непосредственным выступлением в соревнованиях или при подготовке к соревнованиям. Действительно, бывают такие состояния, которые характеризуются как мандраж. Естественно, плавненько подошли к вопросу психологической подготовки. Да. Так вот, когда спортсмен первый раз выходит на достаточно серьезное соревнование, то у него вот этот мандраж начинается, и психология центральной нервной системы начинает так мощно функционировать, что он спать не может, и, естественно, он придет к старту в не очень хорошем состоянии с точки зрения свежести, как бы сказать, перед стартом. Он не спал всю ночь и, естественно, собирается выступать в соревнованиях, а его самочувствие будет не очень хорошее. Ну и дальше, возможно, тут есть ограничения, связанные с центральной нервной системой, с психической деятельностью. Если центральная нервная система, значит, человек не спал, то, естественно, она будет как-то не так работать. Другое дело, что измерить мы это никак не можем. Но у меня есть тоже личный опыт, и у вас есть личный опыт. Вы можете реакцию измерить? Нет, это все пустое занятие. Непрямое измерение – это состояние именно мозга перед началом старта. Это не характеризует все равно. Это некоторый способ что-то измерить, но это не значит, что это главный фактор, который оценивает состояние центральной нервной системы. Ну, короче говоря, если сделать хорошую разминку и, значит, успокоить нервную систему, перестать трястись перед стартом, то спортсмен может вполне прилично выступить, даже если он не спал 2-3 суток. А если при этом еще принять какие-то дополнительные психостимуляторы, ну, типа, не психостимуляторов, но не запрещенные, ну, допустим, типа, элеутерококк, лимонной кислоты, элеутерококк, женьшень, они возбуждают центральную нервную систему, это помогает выступать в соревнованиях. Поэтому вот относительно вопроса, допустим, как возбудить, мы знаем, это все знают, это еще, наверное, там сосание, наверное, даже уже по этому книжке писал, даже сам этого не делал, наверное, уже чем-то опытом пользовался на тот момент. Вопрос в том, как заставить спортсмена верить в то, что он может, вот, когда человек там не уверен, вот, там все такие здоровые, а я такой дрич, и все остальное, и вот, вот, вот это вот проблема. Ну, я понимаю, эта проблема всегда существует, когда выходишь на старт, то надо тресдно оценивать и себя, и соперников, и научиться управлять своей психикой так, чтобы она не мешала тебе выступать в соревнованиях. Так, психологи давно выработали так называемый демоторный метод тренировки, который позволяет, ну, как бы, снимать вот это вот возбужденное состояние. Человек должен перед стартом научиться управлять своей психикой, для этого он должен, как бы, внутренне разговаривать с собой и объяснять самому себе и своему организму, что он собирается делать и как он должен потом себя вести в условиях соревнования. Если это он делает регулярно перед каждым стартом, то он научается это делать и начинается управлять своей собственной психикой. Это и есть главная характеристика, ну, готов спортсмен к стартам на высшем уровне или не готов. Но на соревнованиях не очень ответственных это легко получается. Как только появляется старт, ну, который связан с жизнью или смертью, так в кавычках говоря, да? Другой олимпийской соревнования. Типа этого, да. Ну, я, во всяком случае, у меня был приятель, который должен был выступить на первенстве Советского Союза в гонке, преследование на велосипеде, 4 километра в командной гонке. Так я его не узнал, у него глаза практически стеклянные были, он ничего не соображал. А причина очень понятная, там ехало 4 человека, среди них он был самый слабый. И он знал, что будет сейчас тяжелейшее состояние, через буквально 2 минуты ему будет дышать нечем. И самое главное, он вывалит и весь дальнейший прогресс в его спорте будет остановлен, карьера у него кончится. Вот из-за этого возникает очень тяжелое психическое состояние, которое преодолеть очень трудно. И действительно так и случилось, он через 2 километра сошел, а всю команду вез другой велосипедист, выдающийся, который ехал буквально не по одному кругу или по полкругу, а по 2 круга вез всю команду. И она выиграла, она стала чемпионом Советского Союза, эта команда. Но благодаря именно тому, вот у того никаких проблем не было, у него с глазами все было нормально. А у самого слабого возникает проблема, он это все знает, он заранее предвидит, и организм его тоже чувствует. Или другая ситуация, ты можешь сам себя успокоить, психика будет спокойная, нормальная, а руки все равно будут трястись. Потому что если ты выходишь на старт и знаешь, что через 2-3 километра у тебя будет мертвой точкой, то есть очень тяжелое состояние, когда пульс за 200 уходит, дышит человек как паровоз во всю мощь, и при этом ноги не слушаются. Вот это тяжелейшее состояние, организм это чувствует, и он вызывает эту самую дрожь, и успокоить ее невозможно. То есть человек как бы разделен на две составляющие. Мозг, который ты можешь успокоить, и подкорку вот эту самую, которую успокоить невозможно. Она понимает, что сейчас будет тяжелейший случай. Это как раз у очень опытных спортсменов, у которых по 100-200 стартов за сезон, и на каждом старте тяжелейшее состояние. Это из-за того, что они от природы не суперталантливые, а такие нормальные люди, и они могут очень сильно, допустим, закисляться. Вот там подкорка, она свое дело делает. Но это все равно, психика-то наш. У нас существуют какие-то методики, пара фамилий вы можете назвать зрителям, чтобы они почитали какую-нибудь литературу, взяли где-нибудь в библиотеке, либо в интернете, нашли что-нибудь и почитали из этой области аутотренинг, да, вот это вот. Аутотренинг, кидемоторная тренировка. Пару фамилий. Я думаю, что это очень давно разработано, и, значит... У нас кто-то в Союзе занимался? Надо просто открыть книжку по учебник по психологии, это очень по психологии спорта, и посмотреть, ну, тот же самый Рудик, как бы еще живший в 60-80-е годы, уже тогда было известно про всю эту методику, и можно было бы посмотреть рекомендации, которые идут из учебника Рудика и Пуни, допустим. А в последнее время это очень стало интенсивно развиваться на Западе, особенно в Швеции, в Финляндии, и, если я не ошибаюсь, там есть такой Хасин в Финляндии, в научно-исследовательском институте. Вот он как раз тоже проблемой-то психологией занимался, в том числе и этими вопросами. Ну, пока каких-то супер достижений у них нет, да? То есть теория есть, но есть ли какое-то практическое применение? Нет, есть практическое применение у людей, которые при этом еще обладают, ну, свойствами гипноза, допустим. И вот подготовка Ягудина, по крайней мере, по фигуристу, да, проводилась перед Олимпийскими играми, у него были колоссальные проблемы. У него оба сустава, ну, были, собственно говоря, как сартеросы, дико болели. И он в результате начинал хулиганить, то есть не очень себя корректно вел прямо накануне старта. И единственный шанс что-то сделать было, пригласить психолога. И этот психолог буквально его укладывал, гипнотизировал, и он засыпал, несмотря на обдикие боли суставов. И в итоге получилось так, что он прекрасно выступил, выиграл Олимпийские игры. Только благодаря тому, что вот удалось организовать правильный сон накануне старта с помощью психолога, который его успокоил. Он буквально всю ночь сидел рядом с ним, если что-то он пытался проснуться и что-то начинать делать, он его тут же успокаивал. Это известный случай, даже книжка написана. Интересно. Ну, наверное, раскрыли тему более-менее, да? Отчасти, да. То есть теперь все знают, что ЦНС не несет, скажем так... Думать, что ЦНС лимитирует работоспособность на тренировках и соревнованиях, это не очень корректно, потому что объективных данных для этого дела сейчас пока не существует. А то, что на финише, допустим, стаирской гонки какой-нибудь, да, в велосипеде, в беге, там психология играет значение с точки зрения выигрыша на последних метрах, это безусловно. Но это не значит, что наши бегуны бегут десятку за 29 минут, все остальные бегуны, кенийцы, эфиопы бегут за 26 минут. Возникает вопрос, что за счет психологии можно три минуты сбросить? Нет, не получится. Надо бежать те же самые 26 минут, бежать на равных, и только тогда может какой-то психологический эффект сработать. Кто-то потерпит побольше, кто-то сможет каким-то другим способом поменять технику, допустим, бегаю, таким образом умудриться. А поменять технику, значит, психическая деятельность должна быть направлена на то, чтобы более рациональную технику выбрать. Но это вот сейчас, к сожалению, отдают внимание на Олимпийские игры, говорят, что психологическая подготовка – самое главное. На самом деле, сначала физическая подготовка, техническая подготовка, и только в самую последнюю очередь, когда вы уже на равных с кем-то соревнуетесь, возможно, психологический фактор сможет сработать. До этого, если результаты неравные, бесполезно думать, что психика может как-то повлиять на результат. Спасибо большое за развернутый ответ. Увидимся, наверное, в скором времени, встретимся еще, о чем-нибудь поговорим. Спасибо всем за внимание.